Доброе утро всем! У нас на завтрак манная каша, которую я сварила только что. У нас, девочки, утро доброе. Все завтракают. Мужу с Матвейкой на прием, потому что... Ладно, кушайте. Приятного аппетита. Ну что, друзья, у нас прошло наше утро. У нас уже прошел денек. У нас уже время, вот, пожалуйста, без 10.05, да? Мы решили тут показать вам примерку. Кто-то плачет у нас там. Примерка, девочки, у нас, в общем, посылка от любимого Василька. Тишина на время. Так, вот такая вот, в общем, толстовочка. Виталий. Штанишки. Ой-ой-ой-ой, 48 размер. Так, ну сейчас Виталий, наверное, у нас примеряет, да? Примеряй пока, сына. Я пока займусь. Займусь сестричкой твоей. Сынуля демонстрирует костюм. Девочки, как костюм называется у нас? Так, я смотрю, ты покажи, подойди поближе. Покажи, повернись, покрутись. Убери ручки-то вот так. Карманы какие у тебя тут, впереди карманы. Толстовка, 48 размер, с капюшончиком. Одень капюшончик-то. И начес иди покажи. Такой начес. Толстовка мужская стрит. Серый. Серый цвет. В общем, толстовка, девочки, отдельно. Брюки отдельно. Брюки тоже с карманами, с хорошими, кстати. Такая вот прям хорошая, добротная толстовка. Начес прям такой замечательный. И толстовка тоже 48 размера. Но я ее даже почти на себя одела, но она не сходилась. Кто видел распаковку на простой жизни, там видели, девочки. Я примеряла. Вот так вот покрутись. Показал капюшончик-то. Ну, тебе вообще как вот? Ты расскажи свои ощущения. Теплый вообще. На зиму, на зиму, на зиму. Классный костюм такой вот прям мягонький. Виталя сегодня удивился. Говорит, такой приятный к телу. Вообще классный, да? Так что хорошенький костюмчик. Все, я только включила камеру, девочки, у нас тишина. Так что мы сейчас прилягим. Выключила камеру, у нас тишина. Я сейчас ее поносила. Так, костюмы показали. Постельная, девочки, заказывала. Такое вот постельное. Я его хочу распечатывать, но я там не стала распечатывать. Некогда было. Я так снимала, торопилась. Оденься, Саша. Может, поможешь маленько. Все, дыши у нас веселые песни. Веселые песни. Так, у нас комплект двухспальный. Двухспальный. Виталя, достань от футболку и шорты. Матвейка, беги сюда. Беги вот сюда к маме. Залазь скорее. Давай вот сюда. Сейчас свою футболочку продемонстрируешь. Новенькую. Мама хочет комплект показать. Потому что я его сейчас распечатаю сразу. И отправлю в стирку. Так. Паплин. Постельное белье. Наволочки у меня 50 на 70. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что у нас? Кто тут плачет? Вот такие наволочки. Замечательные. Футболки, да, есть. Там все с края футболка западает. Веселуха у нас. Веселуха весело. Веселье. Простынка. Простынка вот такая вот. Поближе. Дише. Ну, сына, вот. Нету. Вот. Все есть. На. Саша. Она у меня есть. Все на месте лежит. Все нет. Нету. Так. Пододеяльник. Пододеяльник какой классный. Что, сына, как тебе постельная? Так. Одна сторона вот такая вот. Такой вот рисунок. А вторая сторона. Так, у нас вход. Вход в пододеяльник в ногах. Или где? Что-то не найду. Да, в ногах. Вход в пододеяльник в ногах. И рисунок, девочки, вот такой вот классный. Шторы. Подходит прям. Ну, у меня шторы идут расцветки. Ближе вот к такой вот. В общем, будет у нас. Саша, забери вот, мы тебе. Он мне мешает, потому что он скачет. И он хочет себе на фоне показать. Мы сейчас покажем постельное. Вот такое вот, девочки. Постельное. Классное. Так, ссылки на любимый Василек будут внизу в описании. Ну-ка, давайте вот так вот раскинем. Я потом переверну камеру. В описании, девочки. В первом комментарии. Все как обычно. Заходите в себя, радуйте. Саша, давай вот так вот помоги мне раскинуть, пожалуйста. Вот так вот, пожалуйста. Мы потом посмотрим, как это будет смотреться. Сейчас все равно в стирку буду отправлять. Делай ровно. Поднятени. Во. Еще немножко туда. Сделай. Красивый, красивый комплект, да? Да. Красивая постельная. Он уже все на нем. Ну пусть он, пусть я все равно же. Он помогает, парень, конечно. Футболочки Матвейки заказывала. Вот такие вот. Две футболочки. Мы одну одели, чтобы показать. Примерили. Так, на возраст три года. Три годика. Возьмитец. Где у нас? Так, рост 98. Ну футболка нам получается прям впритык. Иди сюда сына, покажем футболочку. Иди сюда. Ай, какой у нас Матвейка. О, папка не может взять. Взять. Так. Вот такая вот футболочка. Скажи. Да? Понравилась тебе футболочка? Понравилась. Ну, понравилась, да? Ну вот. Обновки. Я думаю, сейчас хватили себя в комодик. Кстати, ты один сюда футболок не принес. А у нас здесь футболок раз-два и обчелся. В стирку бросила. Вот. Так, девочки. Я при новой тунике. Я при новой тунике. Такая вот туничка. Цена хорошая, девочки. Цены не стала называть? Заходите, смотрите. Цены приемлемые. Но они там разные, конечно. Так что... Что у нас еще? Еще заказала носочков. Носочки. Носочки вот такие. Так. Вот такие вот носочки. И вот такие. Такие тепленькие. Ну что, у нас все-таки зима. У нас на улице Аладдина. Сколько, Саша, градусов у нас сегодня? Ты сейчас был холодно, да? Да мне жарко, я работаю. А, ты работал? Жарко. Так что, девочки. Вот такая у нас, в общем, распаковка. Обновки такие у нас. От любимого Василька. Так что, заходите по ссылочке. Заходите на инстаграм любимого Василька. Там всегда новинки выставляют. Костюм вот этот классный, да? По отдельности вот эти теплые костюмы. Вот мне тоже все девочки писали. Купи себе новые брюки туда-сюда. Что ходила с животом. Ни во что не влазила. Но любимый Васильок меня радовал. У меня была толстовка от любимого Василька. Теплая. И брюки, в которых я ходила. Ну, конечно же. Для дома сейчас они мне сам оттолк. Так что, так что вот так, девочки. Да? Сейчас я переверну камеру и покажу вам под одеяльник, как смотрится. Вот так, девочки, под одеяльник смотрится. Он такой приятненький, кстати. Приятненький. Папка у нас качает. Хорошо на руках-то, смотри, ага. Затихло, да. У меня еще пеленки его надо перегладить. Деловая такая лежит. Деловая. У нас сегодня приезжала медсестра. В общем, посмотрели. Ну, посмотрели, как мы тут дома. В общем, рассказали нам все. Карточку надо будет купить, кстати. Как Матвейки покупали специальную. Хотя она тоже, говорит, на Валбересе заказывают. Где-то еще заказывают. Но у нас вроде в Арбате продаются. Ну, люди заказывают. Причем тут дешевле. Ну, кому какую карточку надо? Можно просто тетрадку толстую, общую купить. Ну, я хочу хорошую карточку, красивую, чтобы она была хорошая такая. Да, лежит такая глазами. Мы тут немножко поменялись. Поменялись, поменяли все. Свеженькую одели распашоночку. Ползуночки. Ну, что, оно нам почти впритык получается. Нормально так, да? Деловая. Руки сложили. Ну, мы со вчерашнего... Вчера, девочки, в общем, приехали мы из роддома. И запеленались. Запеленывались мы в пеленки. Мать сегодня заговаривается. У меня сегодня вообще крыша едет не спеша. Матвейка мультики смотрит. Машу и Медведя, да? Нравится тебе, Матвейка, мультики смотреть? Матвей! Занят, смотри, даже не реагирует, да? Ну, что, бабка, расскажи, как первая ночь с новорожденным прошла? Отлично. Отлично, говорит. Испокоился только себе. Почему? Ну, она-то... Почему-то... Петвейка... Ты чутко спал? Конечно, ты чё, я же просыпался, знаю. Ну, два раза вроде за ночь-то просыпались, да? Да. Мне кажется, мы проснулись первый раз во сколько? В час или в два? В два, наверное, почти два часа было. Ну. Потом мы ещё раз просыпались. И проснулись мы, девочки, утром полдевятого. Полдевятого встали. Ну, мамка вышла кашу варить. Кормить семейство манной кашей. Так что, слава богу, наша первая ночь прошла нормально. Как дальше будет? Видно будет. Коляску девочки заказали. Мы вчера заказали коляску. Заказали мы на Валберес вроде бы. Смотрели, выбирали, в общем. Выбрали. Мы только по цвету с мужем. Там, в общем, два цвета было. Коричневый цвет и бежевый. И мы, в общем, не могли определиться. Муж говорит, надо бежевый, посветлее. А я, в общем, хотела коричневую. Но Виталий нам сделал розыгрыш. Рулетку, в общем. И три раза коричневый выпал цвет. Так что, заказали колясочку. Она у нас уже, кстати, посылку нам уже готовят. Получается. Евочке колясочка придет. И мы будем в колясочке. А Матвейка будет в кроватке спать? Тут у нас кроваточка. Он спать хочет, конечно. Ты не хочешь спать? Не хочет он спать у нас. Вот так вот. Да. Вчера, в общем, после выписки нам поставили все прививки, какие положено. Писал кто-то девчонки. Типа, что от прививок отказываться там можно. Ну, как бы это. Все прививки, которые ставились в роддоме. Не знаю, мы со всеми детьми. У меня, у нас пятый ребенок. И все прививки, в общем, я ставила. Ничего я не писала, никакой отказ. А в дальнейшем, конечно, в детской поликлинике, да, скажи, вот сейчас надо нам будет... Спотел, наверное. Видишь, голову причесывают, чешут тут. Достанем мячик, достанем. Вот. В общем, там, конечно, уже можно какие-то отказы писать. Ну, мы, в принципе, ставили, мы даже поставили эту прививку, как она называется-то, от этой, от пневмонии. Пневмокок или что-то типа того. Хотя эта прививка... Ну, она лишь новая. У кого у нее? Я про Матвея говорю. А про Матвея? Ну, конечно. Про Матвея говорю, что мы прививку ставили. Нам все, что в роддоме поставили, все нормально, слава богу. Так что вот так вот, девочки. В общем, придет нам через три дня коляска. Это холодно. Ну, пусть он, он лишь носится так. Коляска придет, и с коляской будет попроще. У нас потому что все дети всегда в коляске. Ну-ка, что ты на руках, смотри, она как любит. Папка качает. Что же мне, скажи, на руках-то не спать. Да. Все, разбудил ляню. Зачем-то? Топай. Ты вот так хотел делать, да? Танцевать хотел, что ли? Растанцевался. Балуется. Так что вот так, девочки. Устал, наверное. Ты устал качать, что ли? Спина? Спина. Спина. Не топай, не балуйся. Все. Разбаловался. Не надо шуметь. А у нас покупочки, девочки. В общем, покупочки у нас. Виталя осуществлял. Он сегодня парень сам, ну, со мной по ватсапу. Он мне позвонил на ватсап. И, в общем, все, что необходимо, приобрел. Заканчивались яйца. Купил две ячейки яйца. У нас сейчас питание немножко другое. Другое. Ну, мне же, как кормящей матери, надо питаться. Так, в общем, губки вот взял, губочки, яблоки. Это они взяли, в общем, для себя. Слушай, так пахнут яблоки вообще яблоками. Это ты какие брал? Это красные. Красные. Нет, красные так и называется. Да? Так, яблоки надо, вообще-то я завязываю, надо перемывать и убирать в холодильник. Так, мне взял зеленые яблоки. Писали, девчонки, тогда в роддоме на полдень приносили зеленое яблоко. И вот, когда первый раз принесли, я его съела. Я его съела, ну, у нас все, слава богу. Одно яблоко, я думаю, что можно съедать. Ну, можно начинать с полки, с половинки яблока. Ну, я что-то... Что, красные? Это голден. Это голден ты взял? Ну, зелененькие яблочки. Ну, вкусные яблоки были нам даны там, давались. Питание, конечно, было такое постненькое. Кто-то писал, скудно кормят. Нормально, девочки, нормальное питание. Я считаю, что суп, первое, второе, питье, компот, чай, неважно, в общем. В принципе, мы сегодня тоже утром сварили кашу на завтрак, манную с маслом. Потом, значит, у нас на обед простой обычный супчик и капуста тушеная с мясом. Компотик сварила. Все простенько. Так, эти металлические щетки тоже надо. Так, две, даже целых две. Так, сметана. На ужин у нас будет, вернее всего, творожок. Творожок, творожок. Где же у нас тут творожок? Так, ряженки. Ряженки. Три пакета. Два пакета молока на утро, на кашу. Обязательно надо. Ну, потому что пока своего молока нет, корова наша все еще что-то не телится. Так, что приходится покупать молочку. Я уже сегодня, когда Виталий, в общем, набирал в магазине, я говорю, ну, накладно, конечно, все это надо. Потому что и сметана была бы домашняя. Ну, приходится покупать. Ну, йогурт. Йогурт, конечно, такой вот мы не сделаем. Ну, Матвейке нравится. Даня пьет у нас йогурт. Так, вот так, в общем. Тут у нас огурчики. Огурчики, огурчики. Тоже детям. Так, еще яблочко. Помидорчики. Кто там ходит? Помидорчики, огурчики и творожок. Творожок. Кстати, я уже... Время 6 часов. Да, я думаю, что я захотела кушать. Творожок, в общем. Матвейка, будет ужинать? Ужинать будем творожком. А, ты его кормил, Саша? Ага, сейчас. Все. Так что такая вот у нас покупка. Сейчас это все надо положить мне в холодильник. У меня стираются стирки. Мне еще надо будет погладить пеленки. Я их с утра постирала. Они мгновенно высохли. Но гладить я не гладила. В общем, пеленки, девочки, это удобно. Но у нас их маловато. Маловато, оказалось. 10 штук. Фланелевых 5 я делала. И тоненьких ситцевых. Тоже 5 штук. Ну, еще... Кстати, я еще старые там пеленки нашла. Но они такие добрые. В принципе, все нормально. Так что пеленками мы пользуемся. Ну, уж... Немножко, конечно, чтобы ребенок пошевелился руками и ногами. Мы, как говорится, мы одели ползуночки и распашонку. Но надо носить, потому что это все уже нам получается впритык. Так что, девочки, пока отключаются, убирают все. Убираю, в общем, все. Там видно будет. Решила, девочки, поужинать. Помыла. Помыла. Обязательно надо мыть. Обязательно. Так, все поубирала. Ишни. Да? Ты будешь творожок кушать? Так, этот холодильник. У нас Марина с Даней ушли на тренировку. Тренируются все, ходят. Так. Виталя, что у нас? Виталя в тот дом ушел, там печку топить, наверное. А я уже покормила, девочки. Снова оделась. Пойду, говорю, поужинаю, чтобы не выбиваться из графика. По времени. Кушать надо по времени. Ну, плюс-минус, конечно, но ужин уже все. Пора уже покушать. Так что, делаю творог со сметанкой. Ну что, все магазинное, конечно. Ну, куда деваться? Ну, у нас, в принципе, наша катайская продукция не совсем уж плохая. Не домашняя, конечно, но все же. Все же немножко с сахаром, потому что с сахаром не люблю творог. Все равно он не домашний. Не домашний еще можно покушать, конечно же. Так, ладно, достаточно. Так что, такой вот у меня, девочки, ужин. Вечером либо кефир, либо ряженка. Часов так, 8 часов, 8 часов, 8 я сейчас поужинаю. Потом мы будем купать нашу Евочку. У нас сегодня первое купание, девочки. Первое купание, да? Так что, так что, в общем, кто кушает, приятного аппетита. Мне приятного аппетита. Сейчас я сделаю еще чаечек себе. Чаечек, да. И буду кушать. Включилось, девочки, попрощаться. У нас уже такой вечер хороший, время 9 час. Виталий, я тут себе ужин готовит или перекус ли. Как это называется у тебя? Еда. Еда. Творог с бананом, с яблоком, да? Угу. Без сахара. Любуюсь, девочки, цветочками. Ну что, ребенок у нас спит. До купания у нас сегодня, не знаю, дойдет, нет. Потому что просыпаться мы не хотим, а будить жалко. Так что, может быть, у нас и не сегодня будет первое купание, а завтра. Так что я на этом с вами прощаюсь. Огромное вам всем спасибо, девочки. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока, девочки. Пишите свои комментарии.